Что ж, привет народ, и сейчас нас ждёт самое интересное. Нам нужно, вот довольно сложный момент, я бы сказал, нужно пройти здесь. И почему он сложный? Потому что там стоит снайпер. Вот если не снайпер, то вообще тут, в принципе, очень легко можно пройти. Там стоит снайпер, и обходных путей, как вы видите, здесь нет. Никак, там ни снизу, нигде нельзя обойти. Если я выстрелю по снайперу, ну вы понимаете, меня тут же обнаружили, вот он начинается резня века. Если я выстрелю даже по этому баллону, опять же, меня обнаруживает снайпер. Хотя, я думаю, у меня есть мысль, на этот счёт перебраться вот в то укрытие возможно. Видите, вот, например, мигает, если он мигает, значит он нас видит. Попробуем, ребята, в принципе, сохранение у нас есть, мы ничего не теряем, давайте пробовать. Что если мы сейчас по-быстренькому не выстрелим? Всё, посмотрите, перешли, я уже думал выстрелят. Да, нужно сменить позицию так, чтобы он не любит звук был, чтобы я стрелять мог, или ещё что. Но я не могу сейчас эту штуку ничего с ней сделать, по крайней мере, сейчас, потому что снайпер просто, ну, видишь, он свернет меня своим прицелом. Я думаю, может туда пройти. За ящики. Хороший вариант. Чёрт возьми, чуть-чуть, ну, ещё и всё. Он знает где, вот в этом проблему, он знает. Ему палец в рот, ну, можно положить палец в рот, но он ему откусит, конечно же. Так что... Так, на свете, так кто-то идёт сюда, значит, мы пока вперёд пройти не можем, и парень такой осторожней. Так что, лучше-лучше дать ему пройти, нет, снайпер успокоился, ведь он сидит, но, ну, позо мной именно активно, он не следит. Надо ждать, пока пройдёт этот парень, и пошмыгнуть вон туда. В принципе, в другую дверь можно. Ну, ладно, давайте, раз уж мы тут, хотим сюда, давайте хоть куда-то пройдём, а потом уже будем решать, там, куда идти, куда не идти. Что-то, что-то, что-то заметили? Надеюсь, можно будет вернуться, всё-таки топ-задание-то выполнить хочу. Так, пройти можно здесь, конечно же. Они успели сделать кого-то? Почитать протоколы допросов, что же, давайте почитаем. Я как бы только за... Стукнулся чутка, ну ладно. Бывает. Протоколы, кстати, наверху. Просто тут, возможно, перемещаться будет попроще. Ибо не видно. То, что стыдно. Чёрт-то, я в немецком гадюшнике. Завтра в 15.00 я ожидаю полной мобилизации в назначенном месте. В ближайшее время я выдох с небольшим отелом, чтобы сломить сопротивление союзников. Это будет идеальной демонстрацией той Ферис Фоера и нашей силы. Силы. Ладно, выходные, видимо, ты проведешь в могиле где-нибудь. Всё, лентфиль, да лентфиль. Мне это не нужно. Ты мне мясо давай, ты мне для велорода давай потом. Что же имя такое сложное? Що-що-що-що, ой-ой-ой-ой. Маслята-то нашли меня. Ну ладно, я буду разбрасываться маслятами. Чувак, пока. У нас есть ещё один чувак, который знает, что я здесь, как я понимаю. К сожалению. Поэтому... Вперёд. Подбираем, кстати, допросы. Мы знаем о американских планах наступления на восток у Энфидевиля. Заключённый сообщён об их порядках и укреплениях. Кажется, это означает, что позиция Кьюго от Буарады плохо пригонна для защиты от танковых атак. Эта информация была передана наверх. Да, всё, успокоились. А тут чисто вроде. Заключённый отказался отвечать, когда я попросил его сообщить имя и звание. Мы пришли к выводу, что для продуктивного общения необходимо воспользоваться инструментами. Допрос был остановлен после того, как заключённый упал в обморк во время использования щипцов. Мы возобновили допрос в 13.00. Заключённый всё чаще обращается к воображаемому другу. Вот отрывок сказано им. Они не дают мне спать, Дэвид. Я отрежу себе уши, как ты просил. Только дай мне заснуть. Когда мы ушли, заключённый попытался руками оторвать себе уши. Мы не стали ему мешать. Ну да, психу лучше не мешай. К тому же, если ты фашист, ты не особо хочешь мешать своим жертвам. Наверное, я не фашист, я не разбираюсь. К тому же, я, мне кажется, слишком молод, я не жил в те времена. Так, ну тут нам делать нечего. Заключённый сообщил, что британский премьер-министр не совершит посадку в Анфе. Вместо этого, мистер Черчилль высадится на западном аэропорте и отправится в Касабланку на автомобиле. Мы определили идеальное место для засады. Рауб Фоголь был проинформирован и уже уехал. Чё, возьмём, уже уехал, твою ж мать. Как же всё плохо-то, а? Я хочу всё-таки проверить эту штуку. Как же её проверять? Вот, мне кажется, этих двоих можно снять одной пулей. И можем, вот, кстати, тут подняться. Идеально просто пройти. Идеально. Просто вот, ну, космически идеально. Что же? Вот один охранник там. Так что одна нога здесь, другая в аду. Они не знают, где я. Посмотрим, куда я набегу смог попасть. Надеюсь, место-то удачное, не в коленную чашечку. Нет. Ну, в руку, ладно. Позвоночек ещё. Так, они ещё не поняли. Чёрт, нашли, черти. Ну, ладно, давайте снимем их. Можно было и тише, но, ребят, зачем? Давайте повеселимся. Сейчас у меня, у меня сейчас 12, я хочу немножко пострелять. Под вечер. Это успокаивает. Спать можно спокойно потом. Просто как ты... Вот столько, как тебя убили. Вот теперь можно спокойно спать. Я прям сказал, знаете, к месту. Вот. Просто идеально к месту. Так, 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 снайпер. Ты не знаешь, что я здесь. Ты меня не видел никогда в жизни. Я для себя... Я для себя, не знаю, интерменш какой-нибудь, которого ты в глаза видеть не хочешь. Так. Чё-то мне стрёмно тут, да... Фашисты ходят. Угу. Фигово. Ладно, давай, чувак, ты назад иди, я тебя грохну. Потом, потом от тех двоих. Вот, сначала снимаем левого, потом... Правого. Да, вы всё поняли, ребята. Чё, возьми я тут. Чё, возьми, что это было, почему он не присел? Что это за фигня такая? Что это за нацизм? Мне надо сказать, что за чёрт. Ну ладно, скажем так, игра у нас про немцев, про фашистов, что за фашизм происходит. Вот, внагоду, просто поднимусь перед ним. Жак его нельзя стащить вниз. Пожалуйста, не увить меня, не надо на меня смотреть, чувак. Ты недостоин. За этими ящиками можно очень хорошо спрятаться. Наверное. Чё-то возьми, да тут просто колесо обозрения какое-то. Чё-то надо сохраниться, чё-то надо... Вот, я понимаю, что позиция хорошая, но надо очень продумать тут. Я понимаю, так, идея была плохой. Я думал, Мау, ли я выживу? Нет. Тут вторая канистра, и поэтому шансы на выживание, ну, нулевые, ребята. Просто вот ноль. Как бы были вот нулевые года, ребята, знаете, вот так же у меня шансы на выживание. Никто ведь не видит меня. Мне кажется, они меня раскрыли. Да, снайпер какой-то. Так, идея была плохой, ладно. Пробуем снова. Попытка не пытка, реально. Просто хочу продуматься, самый тихий вариант в итоге сделать. Пока не получается. Пока все варианты, которые у нас тут обнаруживаются, довольно-таки громкие, шумные и просто неудобные. Что, давайте, снайпер с холма. Что, почему я выстрелить-то не могу? Плохая была идея. Ладно, так, надо разворваться со снайпером с холма. Ну как? Я у него просто как-то, не знаю, черей на заднице тут не сижу. Поэтому сложно, сложно, ребята. Главное, чтобы сюда не смотрел, все будет более-менее. Все будет более-менее нормально тогда. Не, чувак, не смотри. Тут неинтересно. Еще сохраняемся. На всякий пожарный. Какая-то днице так отвернулся. Ладно. Как тот парень меня заметил. Ладно, хорошо. Пробуем заново. Иногда, мне кажется, надо как-то целиться, что ли, выше, ниже. Не знаю. Потому что на таком расстоянии вилород, ну как сами понимаете, не самая эффективная штука. На состоянии все-таки большое. Ну, для него. Метпозицию не обязательно. Главное, чтобы дальше не палили. Так вот, там вход, черт. Я так хочу к тому входу. Вот как же хочется-то, а, вот и не получается. Ладно, сейчас мы можем рвануть. У меня есть идея, что я могу просто рвануть туда. Но меня услышал. Ноги, штука шумная. Все, засекли. Плохая идея рвануть. Ну, как даже по-тихому рвануть. Поэтому думаем над другими вариантами. Короче, пофиг. Поднимаем шум. И сейчас сорвем еще канистру, чтобы отвлечь внимание. Что же ты вылезла, меню? Я не хочу меню. Побежали! Блицкрик! Ты же вы успели меня там поймать-то. Вот я не знаю, не понимаю, как они тебя замечают там в какой-то жопе. Где, ну, никто вот, даже чисто теоретически не мог меня там видеть. И как же они меня все равно замечают. Кто же? Сверху! Так, давайте, давайте сохранение. Черт, возьми. Как же вы успеваете меня так изничтожать? Мне кажется, нам нужно сменить позицию. Позиция крайне плохая. Они тут везде, кстати. Да, это фигово. Так, ну, чем, черт, не шутит? Берем Томпсон. Берем Томпсон. Да, даже с Томпсоном, ребят, не получается. Хотя Томпсон мой лучший друг. Мы с ним много чем занимались по жизни, но, как видите... Может, не нужно было идти испытывать эту установку? Или нужно было идти в более мирное время ее испытывать? Нет, тут плохая идея выходить. Я просто, я все думаю, ребята. Сложная ситуация, как вы сами понимаете. Нужно раскинуть мозгами. Что же тут делать можно? Ладно, попробуй здесь пройти. Черт, возьми еще несколько. Надо изначально бежать, мне кажется, вперед, вот наверх. Это наш единственный вариант, раз уж нас раскрыли. Так, выходи. Извиняйся, ребят, что стелс не получился. Ну, блин, сложная ситуация. Я не вижу другого какого-то из положения, кроме как использовать летальное оружие. Летальное и шумное. Нет, это вы правда говорите, загнали меня в угол. Молодцы, хлопоти в ладоши у вас получилось. Заганizado. Заган fashion. Фигу Ладно, идет поиск, они меня потеряли, слава богу Нет, ну они уже меня не потеряли, они меня нашли У меня особо выхода не было Все ловыщем Черт Ушел Все, я, все, вроде я пропал с радаров Все кончилось не так плохо, как я, собственно говоря, думал кончится Так Нужно пройти вперед, ну ладно, попробуем Мы же сохранились, в принципе Снять нечего Ладно, попробуем Все проверили, считай Берем документ Не успел прочесть, ладно Не успел прочесть, ладно Из меня сейчас сразу долбанул Энтер Из страха У ракетчика Вряд ли есть патроны Ну, знаете, надо проверить Выбраться так Ну, выбраться, я думаю, без проблем Ах, к сожалению Конечно же у него их не было О, вот-вот-вот Тут могут быть Как бы снять этого парня А то он меня что-то раздражает Почему сильно Сняли, готов Патронов бы тебе в карманы Я бы тебя любил Нет, я тебя не люблю Вот это я понимаю Это патроны Больше нет Жалко Ну ладно, хоть что-то, ребята Было ничего Получили что-то Теперь на склад Ну, путь на склад Учитывая новые обстоятельства Я думаю, будет не так сложно Хотя, да, забыл Снайперы там сидят везде Ладно, мы попытаемся Попытаемся попасть На, собственно, на склад Я думаю, получится Если медленно Осторожно так Топать, то, наверное, пройдем Ну ладно Чуть-чуть же Три-четыре метра осталось Уже мы движемся вперед Местность открыта Значит, я для снайперов Просто удочка Вот У меня могут сейчас Как утку Снять Ну ладно Будем Понадеемся Надеемся Так, ладно Проблем не заставу Уничтожить склад Хорошо Я уже понял Надо бомбануть Я надо вспомнить Просто как мне вызывать меню Со всякими Плюшками А то я Я совершенно забыл Ребята Давно не играл Так, оптический прицел Где у вас инвентарь? Действовать Взять Убийство Обыскать Тело Торговое Мю Буковка G Ну ладно Больше Мне не нужно было знать Надо взять Ту установку Которую Надо Вот Тот Гранатомет Который Там был Забрать Зря я его Бросил Там Подумал Нафиг мне Гранатомет Не нужен Мне он Гранатомет нам нужен Ребята Нам сейчас нужно Устроить Веселуху Веселуха без Гранатомета Ну Не бывает Ребята Никогда Снайпер Снайпер Чуть не засек Но Мы это Пережили Нет Извините Таскать Не буду 8 8 штук Как раз Ну Сейчас Конечно Сбежит Вся Круга На то Что Произойдет Поэтому Проще Конечно Заложить Заряд Но Как-то Это Скучно Посмотрим Что у нас Имеется У нас Есть Динамит А может Что-то Что не Снайперским Небольшая Граната Мина Растяжка У нас И то Фильс Попробуем Динамит Я кстати Не помню Как вы Бросать Что Звучит Очень Странно Но Мы Используем Той Фильс Фуер Черт Возьмят Штука Слишком Мощно Видимо Нужно Отходить Все-таки Подальше Вот так Наверное Достаточно Декло Это 10% Черт Ну и мощно Ну и сила Где у нас Где у нас Где лекарства Ребята Где мой медпакет Вспомнить Как этим Медпакетом Пользоваться Я не знаю Как Фильс Попробуем Управление Там Знаете Не играют Год А потом Помнят Его Ну не то что Год Я просто Месяц Практически Использовать А Использовать Так Использовать Вещи Хорошо Извиняюсь Все Я готов Использовать Дальше Что же А я Подорвал Эту Эту Этот Короб С надписью Панцершрейки Ну да Там Взрывчатка Чуваки Гранатой Меня не возьмешь Это Институт Свощи Все равно Пытаются Меня взорвать По-моему Ребят Возьмите В толк Бесполезно Что-то Тоже Нашел Меня Извините Сбивался Прицел О Так В легкой Без прицела За это Дают Медаль Так Пора Использовать Другие Медикаменты Которые У нас Есть Спасибо За уничтожение Склада Я кстати Извиняюсь Я сам Думал Что Будет У меня Тихое Прохождение Но как-то Не заладилось На самом деле Я сам Представил Прохождение Как тихое Нет Но если Было Не вот Этот Момент Кстати Вы Сохранили Более Менее Тихим А то что я сейчас уничтожу Бездехот Это еще мало А там ты С берзином забыл А я еще вижу что я забыл И что теперь Покинуть Чет возьми Я случайно Выстрел Почку Теперь уходим Не совсем Тихо Как я хотел Но в принципе Довольно таки Неплохо И миссия Интересная Что же Кстати Я выполнил Все Я не ожидал От себя Все домзадания Выполнены Пусть и Пусть и Немножко громко И план убийства Считай Раскрыл То есть Он отправился Этот парень Уже на место Значит Я думаю Последняя Третья часть Уже будет Заключительная И в ней нам Покажут Что было И как Как мы остановим Этого Рауптфоголя На месте Так Ну в принципе Доп Задачи Дневники Половина Дальний Выставлен Один Не выполнен Смена позиции Четыре Помечено Врагов Ноль Ну понятно Хорошо Не лучший вариант Но все равно Даже вот Все топ Задания Выполнены И да Если вы ожидали Стелс прохождения Я не оправдал Ваши ожидания Ну что же В принципе Я стремился К нему Но в итоге В итоге Все таки сдался Что же Увидимся Мы уже Ну в снайпере Мы увидимся В следующий раз Когда будем играть Ну в последнее задание Потому что тут есть Вот в тени В пасти у зверей Появится И скоро Не знаю Как скоро Еще одно Последнее было В тени Было где-то Я бы сказал Месяц назад Если я не ошибаюсь Может чуть меньше Но насколько я помню Давно Довольно давно Так что Увидимся В других играх Я бы сказал Уже И до следующего Раза Ребят Можете лайк поставить Репост Там Всякое Такое Людям рассказать Был прикольно Пока Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok